Дорогие друзья, всем привет! Очень рада видеть вас на своём канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить трём способам, как улучшить вашу эрекцию. Действительно, это проблема, которая волнует многих мужчин, и многие мужчины с этой проблемой часто встречаются. Поэтому давайте сегодня разберёмся, что же нужно делать, чтобы ваша потенция, какие способы улучшения эрекции есть. Сегодня мы с вами обязательно об этом поговорим. Так вот, я вас всех приглашаю в свой инстаграм. Совсем недавно я его зарегистрировала для того, по многочисленным просьбам, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочку оставлю под описанием к этому видео. Буду рада вас там всех видеть. И также я делюсь очень интересной, полезной и горячей информацией на своей страничке. Поэтому обязательно подписывайтесь, а мы с вами начинаем. Действительно, проблема, связанная с потенцией и с эрекцией, очень серьёзная. То есть у каких-то мужчин эта проблема на такой достаточно постоянной основе, но часто встречается, что вроде бы как раньше мужчину эта проблема не беспокоила, но вот что-то пошло не так. И случилось то, что случилось, то есть половой член вовремя не среагировал, да, и эрекция не наступила. Что же в таких случаях, как же всё-таки можно улучшить эрекцию? На эрекцию влияет большое количество факторов. Все мы с вами живём в таком очень стрессовом мире, везде нас окружают стрессы, в том числе даже погода, когда дождь, да, да, ещё начальник злобный что-то там вас заругал или там что-то не выплатил, какую-то часть денег, которую вы ожидали. То есть для вас это уже стресс. Кто-то живёт в хроническом стрессе постоянно. То есть накапливаются проблемы дома, на работе, и это является нормой. Женщины, конечно же, должны это понимать, и ничего страшного в этом нет. Потому что как у женщины бывает нет настроения, то же самое может случиться у мужчины, что просто вот так случилось, что стрессы, переживания дали о себе знать. Так вот, как же на это повлиять? Что вообще в целом такое эрекция? Это когда происходит кровенаполнение ваших половых органов, да. И, соответственно, кровь активно... Активный приток крови, да, увеличивает и поднимает половой член. Поэтому, конечно же, мы должны очень хорошо влиять и помогать вот этому кровообращению и кровенаполнению вашего полового члена. Как же на это можем повлиять? Во-первых, друзья мои, это отказ от вредных привычек. Алкоголь, курение значительно сказываются на потенцию и на вашу эрекцию. Следующий момент это лишний вес, питание. Мы уже говорили многократно про это, что если вы будете правильно питаться, то ваша эрекция будет действительно намного лучше. Никаких проблем обычно с этим нет. Также в пищу нам, конечно, нужны продукты, орехи, допустим, да, которые будут благотворно также влиять на вашу потенцию. Это вот такие способы. И многие мужчины, если также вы еще включаете физические нагрузки, это все благоприятно влияет на эрекцию. Следующий момент это, конечно, препараты Виагры и Силденефила. То есть препараты, которые увеличивают вашу эрекцию, да, или вообще, если ее нет, то есть она будет. Препараты действительно хорошие. Их назначают многие урологи, андрологи, которые занимаются проблемами с потенцией. И ничего в них плохого нет. Единственный момент, что, конечно же, если вы их пьете изредка и иногда, то это может быть. Если вы их пьете на постоянной основе, то здесь надо еще подключать и другие методики, чтобы все-таки лучше оказывал лечебный эффект и как-то повлиять на этот процесс. Это важно, поэтому здесь крайне рекомендую обратиться к андрологу, который уже точно разберется с проблемой. То есть возьмет кровь обязательно на гормоны, сделает УЗИ предстательной железы, УЗИ яичек, если нужно. И уже разберется конкретно, с чем это может быть связано. Также для улучшения вашей эрекции нужно обязательно проводить такую процедуру, как массаж яичек. Видео, что это за процедура, что это такой за чудесный массаж яичек, можно увидеть на моем канале. Там мы с вами прямо по пунктам разбираем все аспекты массажа. И также не забываем про массаж простаты. Когда действительно при массаже простаты увеличивается кровообращение в органах малого таза. Уходят те застойные явления, которые вызывают хронический простатит. Поэтому эта процедура очень-очень хорошая. И ваши женщины могут вот таким чудесным образом влиять на вашу потенцию. И следующий метод, мы с вами про него тоже говорили, кто-то очень юмористично к нему отнесся. Но тем не менее, кто пробует данный метод и внедряет в свою практику, то, конечно, благотворно, соответственно, этот метод помогает в процессах, связанных с эрекцией. То есть это массаж мочки уха, да, когда мы активно массируем одну мочку уха, вторую мочку уха, активно-активно, каждый день, да, можно утром и вечером. Это также благоприятно сказывается на эрекции. И гимнастика Кегеля. Без неё, друзья мои, никуда, когда мы делаем сокращение мышцами и можем контролировать это сокращение практически в течение всего дня. И когда нужно вот это сокращение произвести для того, чтобы эрекция наступила. Вот эти рекомендации действительно помогают многим мужчинам. Если же всё-таки проблемы, связанные с эрекцией, серьёзные и практически без препаратов половой член не достигает состояния эрекции, тогда обязательно нужно обратиться к врачу и откорректировать ваше лечение, а не просто там что-то принимать. Это крайне важно, друзья мои. Поэтому, если у вас остались вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. А я вам желаю огромной любви, огромной страсти и чтобы ваше здоровье было самое-самое крепкое. Всем пока-пока и до скорой встречи!